Привет, с вами вас! И, вы знаете, всегда достаточно сложно говорить о тех ситуациях, когда человек, проходя очень много, как я понял, консультацию у психолога, начинает с нему что-то чувствовать, начинает испытывать с нему какие-то чувства, начинает попадать в перенос и так далее. То есть указывает человека, знаете, по-своему проявляется то, что вы описываете. У кого-то это может быть родительская любовь, у кого-то это может быть просто недостаток реализации себя как личности, как в данном уважном случае, как женщины и так далее. И говорить о том, что именно подходит во два случаев, ну, это бы значило, наверное, то же самое, что сделал ваш терапевт, то есть поспешил, да? Вот вы сказали такую францию, что, по вашему мнению, с сепарацией терапевт поспешил. И, знаете, может быть это так, потому что мы не можем, да и никаким, да и неэтично это было бы, как-то осуждать, оценивать действия вашего психотерапевта, который вас знает и который, ну, раз посчитал ему нужно, то, наверное, у него на это были какие-то основания. Единственное, что вы могли бы эти основания у него узнать более подробно. Но вы этого не сделали и просто-напросто, как бы, подвергаете сомнениям то, что он сделал. Хорошо это или плохо, хороший его, хороший его выбор или не очень хорош, мы об этом судить можем, ну, поскольку, поскольку, я надеюсь, вы понимаете, почему. Потому что мы не знаем вас и мы не можем судить о вас и о том, вот, например, например, по какой проблеме вы консультировались со специалистом изначально и так далее. Ну, отвечая на вопрос о том, можно ли компенсировать дефицит родительской любви, Да, можно компенсировать дефицит родительской любви, можно это сделать вполне неплохо, вполне эффективно, если только будет соблюдаться определенная последовательность действий. Во-первых, сразу скажем так, что родители изначально, я надеюсь, вы это понимаете, изначально родители, они любят своего ребенка безусловно. И, безусловно, любви, она дана, вот, она сама по себе, да, дана, так скажем так, по умолчанию. То есть, родители любят ребенка своего просто потому, что он есть, просто потому, что он существует. И больше оснований для любви родителей, ну, на самом деле нет. И это, наверное, правильно, потому что такова родительская любовь. Но, с вашими родителями это было не так, а ваши родители по какой-то причине, значит, любили вас меньше, любили вас не безусловно, и их любовь была соответственно, ну, чем-то обусловлено. Из-за этого вы, как ребенок, ожидали от них того, что они вас будут любить как раз таки безусловно. Но они любили вас условно. И из-за этого возник конфликт, из-за этого возникло противоречие у вас, у вас, и это противоречие, оно неразрешимо. То есть, вы ожидали родительской любви, ну, скажем так, да, родители вам эту любовь не смогли предоставить, и вы не понимаете почему. А в силу того, что ребенок мыслит эгоцентрично, то есть, ребенок все завязывает на себе, на себя точнее, вы думаете, что, скорее всего, по каким-то причинам, именно вы виноваты в том, что вас родители не любили. Ну, или не любят. И вот момент, который нужно проработать, это момент детско-родительских отношений. Почему ваши родители относятся к вам именно так, а не иначе? Чем было бы условлено их поведение? А какие у них были проблемы, условия и ситуации в жизни, которые провоцировали такое вот к вам отношение? И если вы это поймете, вы отойдете от поведения эгоцентризма в данной ситуации, отойдете от той поведения, что именно вы виноваты в том, что вас родители не любили, и что вы воспринимаете их поведение как личное, то есть, как направленное именно на вас. Если вы от этого сможете отойти, то тогда дефицит родительской любви будет оккупирован, и эта потребность вас будет удовлетворена. Для подтверждения своих слов я хотел бы сказать, что существует, например, пирамида желаний, существуют определенные потребности и переживания, которые человек, соответственно, ощущает и удовлетворяет в определенном возрасте, в определенном периоде. Если человек этого не делает по каким-то причинам, то нужно через ретроспективу, через возвращение в тот период, заново пройти этот отредок пути, чтобы правильно, грамотно его пережить. И тогда, понимая, о чем идет речь, имея представление, что, ну, например, двигало вашими родителями, что у них происходило и так далее, вы уже не будете испытывать дефицит родительской любви. У вас будет понимание, и вы просто-напросто будете осознавать, в чем суть, и у вас не будет внутреннего конфликта. И тогда именно родительская любовь у вас будет купирована. Значит, именно, именно вот по этой теме, по теме родительской любви, я надеюсь, высказаться достаточно подробно. Ну, а во всем, что касается остального, я думаю, что здесь нужно давать оценку эксперта, который с вами работал, оценку психотерапевта, который вел вас. И я не думаю, что это правильно будет, еще раз повторю. Могу сказать только то, что об этом вам нужно разговаривать. То есть вот то направление, которое вы сейчас вот через эту зарпись получили, вам нужно уговорить его психотерапевтам и проработать свои детско-радительские отношения. Возможно, детско-радительские отношения стоит проработать не с терапевтом, а с тем и другим. Но это уже зависит от вашего желания. Вот, в принципе, и все. Надеюсь, я помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего доброго и удачи!